Я вышел сюда, братья и сестры, для того, чтобы засвидетельствовать о том, рассказать историю, о какой благой у нас Господь. Это история о том, как Бог достучался за такого жестоковыйного человека, ну, как я. Я не сразу решился выходить сюда свидетельствовать, но за последние пять лет у нас добавилось много членов церкви. Ну, и не все знают, с какими я был, какими я стал. Для многих я работник новой почты, которая приходит, видит меня нормальным, вменяемым, белым, пушистым. Сивым. Сивым. Да, сивым, да, точно. Ну, и поэтому я решил, что мне надо все-таки засвидетельствовать, рассказать, что было раньше со мной, что сейчас сделал для меня Бог. Саша, ты колись был маленьким? Да, конечно, конечно. Я был когда-то маленьким. Родился я в городе Ирпене, я совместный, в обычной советской семье, где на то время не знали Бога, ни отец, ни мать. Жил, как все, учился в школе. Учился в школе неплохо, даже, можно сказать, был гордостью школы. Я выиграл ежегодно математические олимпиады, мне хорошо давались точные науки. Занимался спортом, тоже подавал хорошие надежды, занимался борьбой дзюдо. И тоже на меня положили, возлагали очень такие серьезные надежды в этом отрасли. А я тебе вирю, ты гордость школы. Подивишься на тебя и сразу видно. Гордость школы. Звичайно, звичайно. Саша, а скажи, будь ласка, в твоем жизни, ты говоришь, что жив в таком атмосфере, когда ты не слышал про Бога, кто, какие люди тебе рассказали про Бога? Чи тебе ангел пришел, чи кто тебе рассказал? Ну, на протяжении всей моей жизни, на протяжении всей моей жизни, Господь посылал людей, которые либо прямым, либо косвенным образом свидетельствовали мне о Боге. Я, вообще-то, я с раннего детства знал, ну, еще родившись, что прадедом моим не является обезьяна, никакой не аргунтант, не шимпанзе, они не являются моими родственниками. Это я понимал с раннего детства. Теория Дарвина меня не удовлетворяла, она мне, ну, не объясняла вообще моего появления на свет. Ну, гордость школы, вы вчера все теории. Да, никак она меня, конечно, не успокаивала. Но, тем не менее, я был религиозным, но живого Бога не знал. Я перекрестил, ну, всех своих друзей, каких можно отвел, перекрестить православный храм. Ну, это Бога, я честно скажу, я не знал Бога. Но на протяжении всей жизни мне попадались люди, люди истинно верующие, возрожденные люди. Когда я учился в школе, у нас была девочка одна, сестра верующая, Валя Самофалова, я даже помню ее фамилию сейчас, которая, ну, все старались мы, ну, в советское время, все дружно тянуть с нее прикол. Все с нее, мы ее, как бы, скажем, уничижали. Мы с нее смеялись, мы с нее насмехались, смеялись, что у нее нет дома телевизора. Мы, однажды, я помню, она мыла пол, у нас был субботник, она мыла пол, и когда она мыла пол, мы начали вообще жестко, у нас собралась кучка, человек 5-7, и мы жестко начали с нее, ну, скажем так, издеваться там. А что у вас там делают в собрании? Мы спрашивали. А что вы делаете, когда свет выключаете? Вот это так типичные такие вопросы задавали, тупые. И она так поднялась, так смотрит на нас, и так смиренно, смиренно говорит, а вы придите, побачите. И меня вот этот ее ответ, ответ, мне вообще отбил все настроение, всю охоту смеяться над людьми верующими. Я понял, что у них что-то, ну, заложено в этих людях, что-то не такое, как во мне. Затем, когда я закончил школу, учился в техникуме, закончил техникум, тоже все было вроде так, как у всех, нормально. Пошел в армию. В армии мне попался, я служил два года в Струбате, мне попался один верующий брат, Истратий, тоже помню, как его зовут. И в нем меня поразило то, что он отказался принимать присягу. Он отказался, замполит к нему подошел, сказал, нужно принять присягу. Он ему категорически отказал. Я не мог понять, как в таком муму, бесхарактерном, смиренном человеке, есть такой стержень, что он может самому замполиту сказать так вопреки что-то. И я начал, заинтересовался, начал с ним общаться. Он был сапожником. Я сидел с ним в его сапожной мастерской. Он мне рассказывал, я задавал ему вопросы о Боге. Он мне отмечал на все вопросы, на некоторые вопросы, которые он не мог ответить. Он говорил, ну, тебе надо пообщаться с нашим пастырем, потому что у тебя такие вопросы, ну, очень... Сейчас я понимаю, что эти вопросы очень были тупые. Ну, потому что тогда вообще, ну, это было не то, что нужно. Затем, когда уже я отслужил в армии, 25 лет я женился, к этому времени я уже начал понимать, что, а, всю жизнь, сколько я жил, я любил интенсивно употреблять спиртное. Я ждал праздников, я перед дискотеками, перед всеми этими мероприятиями, я любил употреблять спиртное. И когда я уже пришел с армии, я в 25 лет женился, годам 26-27 я уже понял, что сам я бросить пить, ну, реально не могу. Я уже пробовали все капельницы, кодировки, там после каждого запоя я выходил, но не на длительный промежуток времени, обратно возвращался к спиртному. В один из таких промежутков, когда я вышел с такого алкоголического запоя, я устроился на работу, работал в ночном клубе «Астор». Это опять-таки меня Бог, я думаю, туда привел, потому что там проходил семинар, и приехали на семинар баптисты-американцы. И они проводили свой семинар там, и в перерывах между своими этими семинарами они выходили на улицу и весело играли в волейбольщик. И мне так было непонятно, почему они веселятся, почему они все улыбаются, откуда эта радость неподдельная в них. Это в день было, да? В днем было, да, в перерыве. Вечный клуб просто, я уточнись. И я вышел к их переводчику, потому что он русский знал, я у него спросил, говорю, под чем они? Так искренне спросил, говорю, что они употребляют, что так вот всех их прет так. А он говорит, да не, ничем. Он так смиренно мне тоже ответил, говорит, Духом Святым наполняются. И тут у меня такая появилась какая-то зависть. Я на то время уже употреблял экстази, курил марихуану. Тяжелых еще очень наркотиков не принимал на тот момент я. Но мне появилась какая-то такая неподдельная зависть. Я так понял, что люди понимают, эти люди понимают что-то, чего я не могу понять, чего я не достиг. И мне как-то даже, это как-то меня задело немного. И я вот с этого момента, это было такой жирной точкой. Я увидел баптистов, не таких, как я видел в школе раньше, но именно не таких вот закомплексованных, застегнутых, а именно я увидел людей раскрепощенных, которые радуются жизни, которые действительно живут с Богом и живут с надеждой, ну вот с такой радостью. И тут для меня это было таким именно недоразумением, скажем так, если это мягко сказать, недоразумением. И здесь на моем жизненном пути попался мне брат с нашей церкви, Сережа Тищенко, случайно это, ну, богослучайностей не бывает. Он попался мне, я тоже его завалил кучей вопросов. Я с ним беседовал и раз, и два, и три, и очень-очень часто уже домой начал к нему приходить беседовать. И он меня пригласил, он тогда был молодежным лидером, на молодежное служение на Пушкинскую. Я вначале начал ходить на эти молодежные служения, потом пришел и в общее собрание. На тот момент было где-то в церкви человек 30 вместе со студентами. Да, небольшая была общинка такая. Я еще помню, как Макола, наша пастыря, рукополагали в деканал. Помню, это такой момент торжественный был. Да, ну и вроде то, что мне нужно было покаяться, покаяться пред Господом в своих грехах, я понимал даже, может, не потому что относительно своей греховности пред Богом, а относительно того, что я грешный по сравнению с другими людьми, которые рядом живут. Я недавно свидетельствовал людям, что было со мной раньше, и я честно сказал, у меня все грехи, которые присутствуют, блуд, прелюбодеяние, употребление наркотиком, вранье, мошенничество, воровство, все это присутствовало в моей жизни. И единственное, у меня было сомнение, что простятся ли такому грешнику все, что он натворил за свою прошедшую жизнь. Вот это меня останавливало в процессе моего покаяния. Но когда я действительно узнал, что все согрешили и лишены славы Божьей, и что Бог возлюбил так мир, что сына своего за меня лично отдал, то я, конечно, не колеблясь покаялся, и я принял Бога, и первая любовь была такая дивная, что я пошел свидетельствовать всем своим соседям, бабушек евангелизировать. Что-то я подумал, что молодых еще есть время там покаяться, а бабушкам надо срочно-срочно благую вещь рассказать. И я ходил так по соседям, по своим, по всем, рассказывал о Господе, хотя знаний было ноль, вообще знаний чуть-чуть было, но дерзновения было намного больше даже, чем сейчас. Я долго собирался даже, чтобы сюда выйти, вам рассказать свою историю. Так, ну, в общем, закончилось все тем, что я, как вымытая свиня, все равно вернулся обратно в ту же грязь. Я обратно упал, и я так получилось, что в 2004 году я был вызван на братский совет, и за мой нехристианский образ жизни я был отлучен от церкви. Буквально сразу же, как меня отлучили от нашей общины, я был отлучен, да, и как только отлучили, Бог убрал свою защиту, свою руку от меня. Меня буквально на следующий день посадили в тюрьму. Я хочу за питание, выбор. Да, да, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, ну, сейчас мы видим, что все хорошо в тебе, что ты сейчас с Богом живешь, это нормально. Сейчас мы идем, как это сталося, да, но запитание. Ты жив с Богом в некоторый период, ты горел, тебе было дерзновение, проповедовать, ты впал, ты выйдешь от Бога. По каким причинам это произошло? Ты анализовал, певно, что про это? Не, ну, конечно, анализовал. Теперь уже я могу анализовать. Треба, я так вважаю, ну, я по своему опыту говорю, что если приходишь к Богу, нужно обрубывать все ниточки, которые связывают с миром. Я всегда оставлял какой-то кустик плана на чердаке, ну, конопли какой-то, кустик на чердаке. Мне всегда было жалко выбросить семечки конопли, которые мне привезли из Голландии, которые я собирал, селекционировал в течение, там, десяти лет. Мне их жалко было выбросить. Я все-таки весной их, наверное, высажу. Я всегда, мне жалко было вылить вино, которое я с винограда выдавил, которое стояло в подвале. Какие-то все-таки ниточки меня всегда оставлял с миром. Я каялся, осознавал свою греховность, приезжал, ну, это вот, с репцентра, и все время все равно у меня получалось одно и то же. В общем, меня когда отлучили, меня посадили в тюрьму, это, опять-таки, было не наказание, я считаю Божьей милостью, иначе я бы уже, наверное, бы умер и не сидел бы, не разговаривал сейчас с вами. И когда я вышел с тюрьмы, я обратно, ну, меня ничего не исправило, ничего, короче, где-то через полтора года я освободился, и ничего, меня выпустили досрочно, так, ну, повезло мне, скажем так, ну, Бог так распределился. Но я не исправил своего мышления, я не пошел сразу за Господом, я опять пустился во все смертные, я обратно кололся, я обратно курил марихуану, я даже, наверное, хуже, чем до того, как меня посадили. И тут Бог обратно, обратно втрутывся в мою жизнь. Обратно, потому что, вот мы, когда писали свидетельства, пытались набросать черновик, ну, с дочкой моей, с Машей, Маша говорит, Бог реально не то, что, говорит, касался тебя, не то, что стучал к тебе, Он тебя реально за уши вытягивал постоянно. За то время, пока я сидел полтора года в тюрьме, мой друг, друг, мирской друг, который дал мне наркотики на реализацию, привозил их из-за рубежа, он реально поехал на репцентр, прошел реабилитацию, уверовал, и он начал ко мне заходить, и он, когда-то неверующий, теперь он начал мне сеять слово, и начал мне предлагать поехать на репцентр. И когда я уже был в полном таком разрыве, в полном таком кизле, он меня взял и отправил на репцентр. Я съездил на репцентр, вернулся с репцентра, ну, одного раза, видно, было мало, я обратно вернулся в ту же грязь, я не буду говорить, сколько раз я ездил на репцентры, я стал, короче, рецидивистом репцентра. И вот более пяти лет назад меня встретил один брат, он меня видел как-то в общине, Ярослав Грабовский, он меня встретил и говорит, надо тебе обратно поехать на реабилитацию. Его даже многие отговаривали, не знаю кто, но его отговаривали, говорят, он уже Библию прочитал, он уже все знает, ему этого ничего не надо, у него куча репцентров за спиной. Но брат меня поверил, отправил меня на репцентр, купил билет, было принято решение, и я уже пять лет уже как в свободе. Ну, слава Богу, ну, ни на ком нельзя ставить крест, я так понимаю. Нужно за каждого бороться. Я благодарен Богу, что Он нашел меня, и самый главный плюс в моей жизни, то, что я вижу разницу жизни без Бога, когда ты служишь греху, и вижу разницу жизни с Богом, когда служишь Богу, да? Это две больших, огромных разницы. Совсем не хочется возвращаться в то болото, когда действительно посвященно служишь греху, потому что, когда ты служишь греху, ты не замечаешь многих вещей. Ты не замечаешь весна-лето, ты не замечаешь этих птичек, ты не замечаешь этой природы, ты посвященно служишь греху, ты думаешь, как найти то, что тебе нужно удовлетворить своей похоти. А живя с Богом, ты именно видишь это все прекрасное, что створил Бог. И самое главное, тебе Бог дает это разумение, что благодаря Ему, Ему, ты нашел Его, благодаря тому, что Он избрал тебя, а ты нашел Его. И Он дал тебе эту возможность иметь эту жизнь вечную, иметь эту жизнь с избытком. Ну, аминь. Аминь, да. Слава Богу. Прекрасная история. Хай Бог благослови, Саша. Мати, такие дерзновения, как в тебе есть, рассказать другим, и бабушкам в том числе. Аминь.